Мы рады вас видеть у нас в Институте повышения квалификации. Мы давно с вами уже не виделись. В начале октября последняя наша была встреча. Сегодня и завтра мы работаем на семинаре. Программа у вас есть, на руках. Если какие-то вопросы, не связанные с тематикой семинара, но которые хотелось бы обсуждать, два дня у нас есть возможность пообщаться, задать вопросы, получить ответы. Поэтому, пожалуйста, подходите ко мне, к Оксане Александровне. Два дня у нас есть возможность общаться. С нами будет два дня работать. И, будем говорить так, держатель темы у нас в Красноярском крае по введению профессионального стандарта это Наталья Федоровна Логинова, заведующая Центром образовательных стандартов и профессионального развития нашего института. Наталья Федоровна, покажитесь, пожалуйста. Да. То есть, основное задержание, установки на работу в группах, экспертное отношение к тому, что мы на работе в группах, это вот Наталья Федоровна, она вот у нас такой основной содержательный лидер. Я понимаю, что профессиональный стандарт, тема профессионального стандарта для вас наверняка не новая, и наверняка есть пилотные детские сады, которые стали и пилотными по введению профессионального стандарта. Ну, вот такое вот в некоторых муниципалитетах случилось. Поэтому, наверное, уровень готовности к обсуждению этого вопроса, он, в принципе, разный. Но мы когда готовили семинар, мы все-таки подготовили его таким образом, что мы раздялись, Наталья Федоровна, если это не права, вы уточните, мы все-таки предполагали, что мы находимся все в начале пути, и эту работу нужно организовывать, профессиональный стандарт, как с ним работать, как смотреть на программу в рамках введения профессионального стандарта, что значит профессиональные стандарты и компетентности относительно педагогов, узких специалистов и так далее. Поэтому, если вы посмотрели программу, вот работа в группах, она на это и рассчитана. То есть, в результате, ну, так должно в идеале как бы получиться, чтобы вы поняли, что профессиональный стандарт это инструмент, с которым можно работать, обсуждая ситуацию реализации основной образовательной программы в детском саду, систему оценки качества работы в детском саду, методической поддержки и так далее. То есть, чтобы это не был такой документ, вот очередной документ, непонятно, что с ним делать и как, чтобы этот документ, он вам был, ну, как бы, в помощь, чтобы вы понимали, что с ним можно делать и как его можно с толком использовать. Значит, у нас по программе будут перерывы, продажа литературы работает до обеда, включая весь обед, поэтому кто-то что-то, если чего-то еще не посмотрел и не купил, у вас будет такая возможность. И мы хорошо сработали, мы еще и обед организовали, значит, прямо на Цемлянской. Поэтому там все готовится для того, чтобы вас там не оставить голодными и никуда бегать не нужно, вы поведрите у нас здесь на первом этаже на Цемлянской. Работаем два дня, работа такая плотная, поэтому всем нам я могу пожелать только хорошей работы. Наталья Федоровна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вижу здесь много лиц, с которыми пересекались уже по разным направлениям, по разным проектам. Отчасти это касалось ведения Федерального государственного образовательного стандарта на разных степенях образования. Это то, что касается представителей муниципалитетов. Это то, что касается точно темы дошкольников и темы ведения профстандарта. Здесь мы тоже касались по-разному. Точно есть представители тех, с кем плотненько начали работать уже в прошлом году. Есть, я просто вижу тех, кто был буквально совсем недавно на курсах для управленцев дошкольных образовательных организаций, и мы чуть-чуть тем про стандарта касались. В этом смысле те, кто с тематикой знаком, так-то работы сейчас, он будет, наверное, такой знакомый. Я заранее прошу прощения, если в каких-то моментах, ну, а я точно в каких-то моментах буду повторяться. Но здесь мне хотелось бы не сказать повторение моего учения, потому что ситуация, в которой мы находимся, она, по большому счету, она не обучающая. Ситуация, в которой мы с вами находимся, она проектная ситуация для каждой образовательной организации, потому что готовых способов, готовых решений нет. Есть некоторые общие рамки, в которых нужно понимать, как не выживать, а как эффективно взаимодействовать внутри педагогического коллектива, как эффективно взаимодействовать с представителями общественности. И здесь мы будем говорить и про проверяющие органы, и про наших родителей. По большому счету, обсуждения и встречи наши на каждом битке, они провождают новые вопросы. Поэтому, коллеги, ну вот с кем мы точно по тематике профстандарта пересекались, я буду только признательна, если на те вопросы, которые будут звучать здесь, у вас появляются свои версии ответов, вы их будете озвучивать, свои идеи, свои предложения. Если у вас будут появляться вопросы, то просто огромная просьба их озвучивать, потому что, я так понимаю, это уже другие могут быть вопросы, нежели у основного количества, присутствующих здесь. В программе вы увидели, что у нас на семинарах стоит три основных задачи. Первая – это все-таки поговорить, что такое профстандарт, что это за зверь. Второе – понять, что он нам несет. Ничем нам это грозит, а что он нам несет, и в связи с этим, что будет требоваться в изменении нашей работы. И еще важный момент, а что с этим вы, как управленцы, можете сделать. Я уже говорила, что мы будем говорить внутри этой большой рамки решения относительно конкретных действий, способов работы, будете принимать сами на местах. Это зависит от ваших конкретных условий, это состояние вашего педагогического коллектива, это специфика вашей основной образовательной программы, это специфика контингента ваших детей и родителей, это специфика места и ресурсов той территории, в которой вы работаете. Это ваш собственный опыт управленческий, ваш собственный опыт включения в разного рода проекты и решения разного рода задач. Мне очень хочется, чтобы не было ситуации множественности проектов, потому что, когда мы говорим про ВГОСы, это вроде как одна песня, появляется вопрос стандарт, это другая песня, а рядом растет еще много чего, это третья и четвертая песни, точно нет. Это точно касается муниципальных представителей. Наша с вами задача состоит в том, чтобы как-то вот эти разные фокусы рассмотрения образовательной практики и педагогической практики соединить в одно целостно, чтобы качественно реализуя одно, мы могли понимать и грамотно отвечать всем, кто будет задаваться на вопросы, что мы делаем, зачем мы делаем, почему именно так мы делаем. Потому что, с моей точки зрения, самая главная проблема, которая связана со стандартами, она связана с тем, что у педагогов и управленцев есть сложность в обосновании правильности своих действий. Есть проблема, связанная с демонстрацией результатов своей работы, такой ясной и внятной. Многое из того, что предлагается сейчас как норма, в какой-то степени оно было в разных школах, в разных садах, в разных территориях, но оно было как такое, ну вот, собственное видение, собственная педагогическая позиция, собственная управленческая позиция. И это было, ну вот, плюс к тому, что делалось и что требовалось. Это же не требовалось. Сейчас это начинает требоваться. И поэтому очень важно, если мы понимаем, что у нас такая практика есть, ее уметь грамотно обустраивать и грамотно подавать. Но сначала я хотела бы начать с двух вопросов, ну, потому что мне кажется, они такие могут быть основополагающими для нашей с вами работы в течение вот этих двух дней. Вопросы следующие. Какие вопросы есть у вас относительно темы ведения профстандарта, потому что на слуху в разных местах это обсуждается, может, какая-то работа внутри была. Вот какие вопросы есть у вас, в этом смысле мы можем посмотреть и как-то делать специально фокусы в течение этих двух дней, ну вот, отвечая на те вопросы, если они лежат вот в рамке наших программ. Либо, наоборот, мы понимаем, вот этот список вопросов, на них пока ответов нет. Но для того, чтобы нам грамотно работать, нам необходимо на них отвечать. И, видимо, это просто будет содержанием работы. Ну, вот, на каких-то следующих тактах. То есть, первый вопрос, это вопросы ваши, а я просто здесь сейчас делаю файлик, и мы начинаем прям их набирать, и они у нас останутся. А второй вопрос, какие у вас, вот, лично у вас, у заведующих, заместителей, у представителей муниципального управления, отвечающих за работу, за дошкольниками, есть переживания, связанные с следением профстандарта. Значит, первый вопрос, это вопросы, какие есть. Второй, это какие есть переживания. Ну, то есть, просто вот из зала, буквально секундочку, подумайте с мыслями, соберитесь. Телефончик давайте мы как-то отключим, поставим на режиме, потише. Давайте начнем с вопросов. Я готова записывать. Какие вопросы есть у вас относительно темы нашего стандарта, нашего семинара, вопрос, на который вы считаете, важно ответить, для того, чтобы можно было качественно организовать эту работу вам навеска. Давайте услышим. Конечно. Конечно. Поспитатели очень полно, это правда, где нет профстандарта, на них ареста. Еще вопросы? У вас, как управленцев, какие есть вопросы? Ваши собственные. Каким инструментом пользоваться, чтобы определить соответствие на себя, я просто не знаю. какие-то, какие-то, какие-то. Ага. Ваши собственные. Ага. Продолжение следует... 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 То есть если будут появляться, сейчас мы еще запишем. Теперь давайте переживания. Ваши личные переживания. Как управлять? Как управлять? Показание методической помощи, наверное, работников, именно дошкольного образования, если нет подготовленных для этого кадров нужны, чтобы нужны на уровне управления. То есть Ваши переживания связаны с тем, что помощь точно надо будет оказывать, а кадров для того, чтобы оказывать помощь, могут быть вредители. Да, методическая служба, например, она не готова доказать. Вообще-то, фаллифицированная помощь. Еще какая-то финансовая поддержка у Вас будет для того, чтобы угрейские соответствия? Скажу сразу, да. Ну, то есть, а как-то прямой не будет, но этот вопрос мы сейчас как вопрос запишем и будем с Вами обсуждать. Еще про переживания коллеги. Поговоря, кажется ли, что перед ним говорят, что заработает вклад в тех же методических и так далее вопрос остается на том же уровне. Кто вообще вот в этих условиях, бездеринга, так сказать, будет в качественной работе, когда сворачивается в муниципальные службы, кто будет оказывать эту помощь в достаточном объеме? Нам это вопросом. Кто будет оказывать методическую помощь? Это еще не просто будет, я спросила, что может быть. То есть, это точно расширяет и позволяет нам проиграть. Переживания. Еще вопрос можно? Давайте. Как вопрос сформулируйте? Карта связан, связан, связан ли переход. Еще. А что по итогу грозит педагогу, если он нечаянно не соответствует? Переживания. Переживания. Есть вопросы, пошли. Оплата для того, как будет зависеть от того, что соответствие по стандартам у вас, когда вы что-то действует. Готовность к учреждению профессионального образования к подготовке к подготовке к учреждению. Это вопрос о переживаниях. А переживания, давайте тогда как-то переживания его сформулируем. Ваши переживания. Переживания, что вы сейчас учреждаете, мы его будем вводить, а через год или через год, как ХВД и пост. Вы опять что-то придумали новое. Надолго ли, да? Да. Переживания связаны с тем, не напрасно ли будем работать. Здравствуйте. Вы знаете, насколько процентов должен быть соответствовать этому стандарту? За 100 лет всех процентов, но не может быть. Спасибо. 65, 62. А это слишком. И еще есть что сюда добавить? Куда? Вопросы, переживания? Нет. Какое речь о переживании? Переживания на поводу руководителя. Он на процентов не готов. А переживания связаны с чем? Что будет руководителем? Ну, как-то так. Ну, и в этом смысле это как-то нормальные вопросы, связанные с собственной безопасностью. Давайте мы их так оставим. Мы периодически будем к этому возвращаться, я думаю, в конце этого дня. И в конце завтрашнего дня, когда будем проводить итоги нашего семинара. По большому счету список вопросов касается нескольких тем. Самая главная тема, первая, это для всех, не для всех. Ну, то есть, вокруг этого, этой темы крутится много вопросов. Так, с процентами, с процентами, с процентами, все, не все. Вторая тема, она связана с оцениванием профессиональной компетентности педагогов. Ну, то есть, кто, как и так далее. И третий сюжет, он здесь связан, собственно, с управленческими механизмами. То есть, это средства, это что мне буквально делать, это как мне делать, это в какие сроки я могу это делать, это на какие ресурсы я как управленец могу рассчитывать и так далее. Ну, то есть, вот эти три, типа, ну, то есть, тематических, три вопросных тематики. Ну, а переживания, они такие, безусловно, ожидаемые, связанные с тем, что вводить надо уже быстро. А мы понимаем, ну, вот, неготовность наших педагогов и действительно неготовность тех молодых специалистов, которые приходят сейчас, потому что они шли под другим программам. И, несмотря на то, что профобразование перестраивается, ну, достаточно быстро это не случится. И те, кто придет там в сады, там, с сентября, ну, вот, говорить о том, что они полностью готовы и точно, они в соответствии, ну, вот, точно нет, это такое оправданное переживание. Переживание связано с темно-долго или профстандарт, понятно, на что оно опирается. Оно опирается на то многообразие и большое количество реформ, которые, ну, вы уже точно пережили на себе. Вот здесь, ну, как-то моя версия ответа, она связана с тем, что, ну, то есть надо смотреть на результаты. И если действительно те наобидения, которые уходятся, они качественно меняют результаты, они качественно меняют положение педагога, то тогда мы можем говорить о том, что, ну, вот, это нужно. И вопрос про надолго ли, ненадолго ли, ведь, ну, вот в нашей, я не знаю, коллеги, как у вас, но мне-то кажется, я сейчас буду говорить про свои переживания тоже, как педагог в прошлом, это как тот, который работает с учителями сейчас. Меня сильно раздражают внешние требования, которые никак не помогают мне в моей работе, которые никак не помогают мне качественно делать мою работу, а только мешают, отвлекают мои силы на какие-то другие задачи, которые мне не нужны. И если мы в результате обсуждения работы, говоря про ГОСТ и говоря про профстандарт, поймем, что это то, что нам помогает качественно нашу работу делать, и это близко, ну, вот, к моей педагогической позиции, к смыслу моей деятельности, которую я вкладываю, то тогда вопрос, ну, вот, он точно будет отпадать. Сейчас главное, и это вы точно услышали от педагогов, это что-то новое, это то, что будет идти рядом, и то, что будет отвлекать ресурс, либо это действительно то, что может помогать менять практику и действительно усиливать меня как управленца, или как учителя, или как педагога на школьно-образовательной организации. Про методическую помощь будем пробовать отвечать, ну, вот, не столько кто, а сколько, ну, что это могли бы быть за места, и, ну, вот, на часть, частично этот вопрос у нас получится с вами ответить. Это я подвешиваю, и, собственно, тогда начну с материала, который я готовила. Если появляются вопросы, вопросы можно задавать по ходу, ну, то есть вот здесь и сейчас, поэтому поднятая ручка, либо встаньте, чтобы просто я увидела, и увлекаюсь именно процессом. Отойдет, все равно можно вопрос. Вот эта презентация, она будет размещена у нас по комнате? Конечно, она остается. В России в госпитале. Конечно. Ну, то есть вот она остается здесь, и она как материал семинара, то есть все равно же, что центр это оформляет, она остается по этому уровню. Потому что это наш рабочий материал. Зачем? Почему появился профстандарт? С чего вдруг, с какого перепуга про это стали говорить? И очень усиленно говорить, и педалировать эту ситуацию, ускоряя сроки его введения. То есть сейчас известна дата введения профессионального стандарта. 1 января 2017 года. Реально есть год на то, чтобы можно было подготовиться. Зачем и почему? Мне проще говорить про школы. Потому что, по большому счету, мне кажется, остальные, школьная ступень образования, она, как это, пошла уже по инерции, по всему образованию. Ввели в Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы. И все удачно репортовали о том, что мы все меняем, у нас все по-другому. Пока Эврика не провела мониторинг. Результаты мониторинга очень плачевные. А почти 80%, 70% педагогов начальной школы ничего не изменили в своей практике. И тогда это означает, что те ожидания от другого типа образовательных результатов, а именно это предметы, в первую очередь личностные, ничего не созданы для того, чтобы они появлялись. То есть мы рапортуем, практику не меняем. И в этом смысле, безусловно, других результатов не получится. Стали думать, за счет чего, за счет какого инструмента, за счет какого механизма можно вынудить педагогов меняться. Появился профессиональный стандарт педагога. Потому что у разработчиков были, ну и они есть ожидания, что сформулированные требования к работе педагога, они повлекут за собой изменение его деятельности. Ну то есть если я не соответствую с требованиями, с этим надо что-то делать. Это становится предметом внимания управленцев, это становится предметом внимания каких-то контролирующих органов. И вероятность того, что практика будет меняться, вот она увеличивается. То есть это ответ на вопрос, почему. То есть по идее, конечно же, про стандарт должен появиться гораздо раньше, гораздо раньше образовательных стандартных. То есть мы сначала должны были говорить, каким должен быть педагог, а затем говорить про то, какие этот педагог может результаты обеспечить. У нас в практике получилась обратная ситуация. Это все равно можно мне здесь? Я, поэтому, почему и зачем, вот все понятно, мы как бы понимаем, что вводить стандарт, где написаны какие-то вещи, для нас новые, необычные и так далее. Мы понимаем, что практика должна изменяться, поэтому педагог должен по-другому работать. Но я понимаю, что это уже факт случившийся, но я как переживание это не обозначила, но до сих пор мне как бы непонятно. Если бы этот профессиональный стандарт был разработан министерством образования, тогда бы, наверное, не надо было так много, было бы непонятного, и расшифровывать на какие-то более мелкие компетенции не нужно было, а этот документ он подготовлен министерством труда, я так понимаю. И вот, ну читали, наверное, так, профессиональный стандарт, вот настолько он написан таким языком, который получается, сейчас мы, как педагоги, мы должны это теперь раскладывать на более понятный, как бы, вот движик. Ну да, сложность понятная, но вот мы живем в ситуации, и это случилось, мы сейчас это изменить точно не можем. Но в команде разработчиков были не только представители министерства труда, там были точно представители области образования, в том числе и школьные управленцы. Там были представители профсоюзов образования, то есть это такая большая команда, которая работала. Но за образец они, конечно же, брали те стандарты, которые есть к другим министерствам труда. Поэтому сейчас действительно много вопросов. Если вы следили за тематикой, то вы заметили, что сначала сроки введения профстандарта, это были 16-й год. Или даже 15-й, с 1 января, по-моему, к 15-му году. Да, когда в 14-м только начали про это что-то говорить. То есть сроки стали надвигаться. Сейчас, ну то есть я про это немножко позже хотела говорить, но по времени это здесь и сейчас. Буквально в ноябре, недавно, в числе 10-го, 12-го, был съезд большой, всероссийский, в Москве, связанный с темой введения профессионального стандарта. И там на съезде Ливан рассказал следующее. Профстандарт требует доработки. Действительно, не систематизированный, огромный перечень умений, он не позволяет, ну вот, его операционально использовать, поэтому будет доработка в течение 16-го года. И если мы поймем, что необходимо отложить время введения профстандарта, то это случится. Ну то есть мы находимся в ситуации такой неопределенности. У нас нет ясных, четких, по большому счету, ориентиров сверху. Здесь стратегии ваши могут быть разные. Можно сидеть и ждать, когда же оно случится, а можно в тех рамках, которые просто будут конкретизироваться, начинать действовать и в соответствии с теми корректированиями, которые будут на федеральном уровне вноситься, ну то есть как-то корректировать свою собственную практику. А что изменится в профессиональном стандарте? Будут введены четыре уровня. Вот это многообразие требований к педагогу разделят на четыре уровня педагогической деятельности. Будет уровень вот такой стартовый, ну то есть минимальный, без чего ну вот нельзя пускать педагога ни в школу, ни в детский сад. Это будет определенный перечень умений. А второй уровень он предполагает, ну и это означает, что вот на первом уровне педагог по разработанной программе, по алгоритму может действовать. То есть мы запускать его к детям можем. И как-то достаточно ограниченный фронт работы мы можем ему доверять. он его будет делать, он его будет делать качественно, но только ограниченный, очень ясный, понятный, прописанный фронт работы. Второй уровень связан с тем, что педагог целостно видит ну вот программу. И в этом смысле он может нести ответственность за определенные результаты в реализации этой программы. третий уровень связан с тем, что педагог может сам проектировать образовательную программу, образовательное пространство, связанное с теми проблемами, которые он видит. Проблемы связаны с тем, что какие-то ну то есть что-то не получается в его педагогической деятельности. Надо изменить для того, чтобы все реализовывалось так, как им планировалось. И те целевые ориентиры, те результаты, которые он сам себе ставит, задачи, которые он себе ставит, чтобы они в полной реализовывались. Этот же уровень означает, что педагог может создать новые программы, приходит в группу детишек с УВЗ. Это другая ситуация. В одних нужно создавать, адаптировать программы. Третий уровень предполагает, что в проектном режиме относительно образовательной практики, образовательного пространства педагог может работать. Четвертый уровень, его называют еще иногда управленческий, он связан с тем, что педагог может работать с другим педагогом, как наставник ли, как методист ли, как руководитель методического объединения. То есть у него появляются специальные компетентности, связанные с работой с взрослым человеком. И это связано с обобщением опыта, передачей опыта, и так далее, и так далее. Вот обсуждается вот эти четыре уровня. Но это очень похоже на ситуацию дистанции, когда тоже уровень квалификации, он подвязан тоже, ну есть какая-то вот. Ну да, что касается вот связки вот этих уровней дистанции, то здесь ясного ответа нет сейчас в федеральном уровне. Предлагается несколько вариантов, как эти вещи могут быть связаны. может быть прямая зависимость, а может быть ее не будет. И федеральный уровень про это говорит, ну вот несколько раз в сентябре было совещание в Москве, я на нем сама была, в ноябре был съезд, и в конце ноября у нас здесь было всероссийское совещание, и по скайпу с нами общался Павел Аркадьевич, отвечал на ряд вопросов. Нет сейчас у федерации ясного ответа на вопрос, как это будет связано с дистанцией. Но Анаталия Федоровна, а на ваш взгляд, то есть вы же давно занимаетесь, ну как бы, вот такая комплематика, вот на ваш взгляд должна быть эта завязка? С моей точки зрения эта связка должна быть, она должна быть, потому что уровень квалификации, он безусловно зависит от тех задач, которые решает педагог. И мы понимаем, важно общественное признание в виде артестационной категории какой-то специальной, того, что я вот на этом уровне я умею решать эти задачи и я их качественно решаю. Безусловно, это должно отражаться на моей заработной плате. Ну то есть вот эта связочка она должна быть точной. Ну вот ответ пока такой. Ну чтобы не случилось такого, что вот эта вот артестационная вся линия это одна, а профессиональный стандарт это другая. Мы получаем опять... Ну нет, в большой рабочей группе краевой, которая занимается разработкой этой проблематики, входит, входит сотрудники министерства, которые напрямую отвечают за аттестацию страны. И сейчас, ну вот, в шестнадцатом году будет аттестация даже по воспитателям дошкольных образовательных организаций, учителей начальной школы выстраиваться по-другому в соответствии с требованиями про стандарты. То есть это заявляется, про это министерство говорит, ну вот, по ходу шестнадцатого года мы поймем, как это получается, какие там есть подводные камни, какие есть сложности, что и как нужно. Ну то есть вот если про рамки краевую, в каком направлении, ну вот в какой ситуации мы находимся, то большая рабочая группа она работает по нескольким направлениям. Направление первое, это безусловно работа с цепальными командами, связанная с тем, как вводить этот профессиональный стандарт, потому что мы все понимаем, все зависит от директоров и заведующих. То есть если они грамотно начинают работать, то тогда можно говорить о ситуации введения. Никакие указания, никакие рекомендации ничего не изменят, если не будет ясного понимания, что делать в практике, какой-то, на которую можно опираться. Это первый уровень. Второй, и вторая тема, она связана с аттестацией. Аттестацией педагогов и воспитателей дошкольных образовательных организаций. Сейчас идет обсуждение про стандарты руководителей образовательной организации. Это означает, что следующий шаг будет и сюда же идти, и про аттестацию управленцев, и это уже задача муниципалитета. То есть идет в этом направлении движение. Третье связано с изменением системы подготовки педагогов. И это наши педагогические колледжи, наш педагогический университет. Пересмотр изменения программ, выстраивание их в другой логике для обеспечения практического компонента, для обеспечения работы с компетентностями, теми, которые вуз и колледж могут обеспечивать за счет своей подготовки. За счет такой госприемки, что ли, выпускника, потому что наши педагогические колледжи, вот это была разработка первого колледжа, но задача в том, чтобы в этом году, в 16-м, эта практика на все колледжи распространилась. Квалификационный экзамен выпускника колледжа, где не просто он свою дипломную выпускную работу представляет, а где он решает компетентностные задания, и в этом смысле он себя демонстрирует как умеющий, понимающий. И второй сюжет он дает занятия, ну то есть прямо буквально проводит свои занятия, и эти занятия эксперты оценивают. В этом смысле вот этот квалификационный экзамен, то есть это в жюри, которого привлекаются работодатели, то есть директора, пока это было на колледже на выпускающих учителей, позволяет нам хоть как-то понимать, собственно, какие молодые специалисты к нам пойдут, ну то есть каким уровнем и чего от них ожидать. Ну то есть вот. Для кого профессиональный стандарт, и я думаю, что у нас сложилось, третий день семинаров мы один закончился. Это в первую очередь для управленцев, это, конечно же, не для педагогов. Мы будем с вами сегодня говорить, просто на примерах рассматривать, что это механизм вашего управления, ситуации, связанной с реализацией основной образовательной программы в вашем детском саду, в вашей дошкольной образовательной организации. Этот стандарт это профессиональное сообщество, потому что сюжеты связаны с экспертной оценкой практики, сюжеты связаны с аттестацией, куда входит эксперт из профессионального сообщества, это туда. Вот вопросы, которые вы задавали, а как довести наших педагогов до уровня соответствия? То есть мы задрагиваем вопрос, связанный с профессиональным развитием педагогов. И, безусловно, никакими программами повышения квалификации профессиональное развитие в полной вере не обеспечено. Это обеспечивается за счет специальной организации работы в даже организации в муниципалитете в зависимости от условий, в которых вы находитесь. Это для профессионального сообщества, для того, чтобы обеспечивать профессиональное развитие. Большой вопрос про как? Вопросы сегодня задавали про инструменты и так далее. Нет пока готовых инструментов оценки квалификации педагогов. Есть некоторое приближение, некоторые версии ответов. В этом году в институте повышения квалификации были разработаны и апробированы программы стажировочных площадок, новые программы. В том числе были две программы дошкольника. Они связаны с особым умением педагогов создавать условия для формирования инициативы самостоятельности дошкольника. И в рамках этих программ предполагался сюжет, связанный потом по ходу с оценкой того, чему педагог научился. Что там всего этой компетентности приросло? Но это как это только некоторые версии ответов и некоторые видения. Остальные были связаны с управленцами и с педагогическими специализациями. Каких-то ясно внятых инструментов, которые говорили, вот берите пользуйтесь, коллеги, нет. И мы в течение двух дней нашей работы выйдем на то, обрабочили, что это может быть. И здесь я скажу, что в рамках этих тринадцати программ была программа связанная с моделями ведения профессиональных стандартов дошкольной образовательной организации. Это программа, которую разрабатывал детский сам, который в пилотном режиме в теме про-стандарты начал с нами работать. И в рамках этой программы обучаются управленческие команды. И напрямее и в тех ситуациях, погружаясь в ту деятельность, которую предлагает эта программа, происходит некоторое понимание осмысления, как это можем делать мы. То есть вот сложность в том, что никакой инструмент нельзя привести в чистом виде в свою образовательную организацию. То есть это все преломляется через ваши условия, ваше умение, ваша компетентность и специфику ваших тренировок. Кто и с кем. Но это тоже такой вопрос, не в одиночку. Мы всегда про в госсо со школой говорим, говорим в одиночку никакой учитель все три типа результатов не обеспечит. Я понимаю, что то же самое и в дошкольных образовательных организациях. Нам необходимо объединяться командами. Командами педагогов, которые работают на вот те самые метапрегментные результаты и целевые ориентиры, как это называется в стандарте дошкольника. Не в одиночку. Вполне возможно, что в одиночку детскому саду с этим будет сложно выплыть, и тогда это задача муниципалитета, как эту работу командно закручивать на уровне муниципалитета для того, чтобы ситуация решалась, для того, чтобы профстандарт вводился. Обсуждая общие вопросы, все равно специфика работы, способ решения тех задач, которые вы вместе будете обсуждать, и версии ответов на те вопросы, которые вроде бы общий, но варианты ответа на эти вопросы у вас у всех будут разные. В этом сложная ситуация. Ну, то есть, в одиночку это не сделать. Периодически необходима помощь коллег в экспертизе той практики, которая делает. Вы говорили, как мы пойдем туда, мы идем, или не туда. Самим действительно очень сложно. Мы сидим в одном окопе, и нам кажется, что здесь все непонятно. Необходима внешняя оценка. Этой внешней оценкой можете быть коллеги из соседних территорий, коллеги из детских садов внутри одного муниципалитета. то есть, это вещи, на которые вопросы, на которые необходимо внутри своей муниципальной команды отвечать, как мы сможем. Но точно не в одиночку. Наталья Федоровна, у меня вопрос. Есть ли сейчас касается в крае какие-то места, куда могли бы муниципалитеты, но где ведется работа, вот, поведение просто профстандарта? я точно знаю, что есть, как бы, можно ли, например, муниципалитетом, который не вхожен вот в войти в эти объединения? Ну, вот, смотрите, сейчас в этом году уформилось 22 муниципальных команды, то есть, 22 муниципалитета заявились на ведение профстандарта, и там речь касается и педагогов, и дошкольников, то есть, вообще, задача связана с профстандартом. Это 22 муниципалитета, у нас 60 муниципалитетом. Ну, это, скорее всего, будут какие-то семинары общие, не будет обсуждаться практика, а вот нельзя туда, например, приезжать непилотными, те, которые не являются пилотными, но хотя бы послушать, что-то обсуждается. Ну, вот здесь третьи коллеги я точно категорически против этого, вот такого приезжать, потому что процесс идет, и вот даже если в вашу команду сейчас начнут появляться, ну, то есть, люди со стороны, процесс запущен, они всегда внешние, они будут задавать вопросы, это оттягивает внимание, это затрудняет работу. Задача пилотных команд разработать варианты, которые потом можно представлять всеми обществами, ну, широкой общественности, но у нас точно создается, вот в 15-м году он будет создан, виртуальный ресурс, основная задача которого это помощь в реализации возле всех ступеней. Это вопрос, стандарт будет в том числе и работа с молодыми педагогами, и это означает, что отчужденные материалы, которые действительно могут отчуждаться, они будут там выставляться, и второй, этот ресурс будет работать на то, что можно задавать вопросы в форумах, получать на них ответы, включаться в обсуждение тех или иных важных ключевых вопросов, то есть вот такая работа есть. Ну, а дальше на уровне кругов, ну, то есть вот понимать, чего, где и как. Ну, пока вот так. А теперь, собственно, про стандарты и про что мы с вами говорили. Все, не все, жестко, не жестко, накажут и накажут. Есть два подхода к пониманию, что такое стандарт. Вот жесткая стандартизация это такой стандарт минимум для всех. Это значит, обязательно для всех это должно быть. Если у кого-то нет, то это каким-то образом наказывается. Про стандарт педагога не про это. Есть второй подход к стандартизации, его называют мягкое, когда стандарт это максимальная рамка деятельности педагогической. И в рамках этой деятельности, внутри этой огромной рамки выстраивается работа каждого из наших педагогов для того, чтобы качественно реализовывать свою педагогическую деятельность. И вот этот второй подход это как раз та логика, в которой стандарт педагога был разработан. Это не для всех педагогов. Это не есть минимальное требование. Это рамка педагогической деятельности. Я взяла несколько определений, но посчитала, что это важно в рамках нашего разговора. Стандарт — это требование к квалификации педагогов. Буквально, какие задачи, для решения каких задач, какие умения у него должны быть. И в зависимости от того, какие задачи решают ваши педагоги, требования к минимуму будут разные. То есть все определяется спектром тех задач, которые ваши педагоги решают внутри ваших образовательных организаций. И когда мы говорим про квалификацию педагогов, это не только те знания, которые у него есть. Это, безусловно, тот богатый опыт, который есть у наших педагогов. И в первую очередь опыт связанный с включением разных видов деятельности, выполнением разных видов деятельности. Вот я взяла про структуру. Она и у дошкольников, и у педагогов, а у школьных она абсолютно одинаковая. Это, когда у нас есть три общих трудовых функции, связанные с обучением, воспитанием и созданием условий для развивающей деятельности. И дальше, собственно, идет распределение по ступеням образования и отдельно выделен сюжет с математикой и русским языком. Я думаю, понятно, почему. Потому что с этими предметами у нас хуже всего. И есть ожидание, что за счет специальных требований можно повышать компетентность педагогов. На этом слайде я отразила некоторые тезисы разработчиков профессионального стандарта. Я думаю, что мы еще подборку статей некоторых оставим для того, чтобы можно было этим пользоваться. Самое главное ключевое. Это, к сожалению, не написано в том, что называется профессиональный стандарт, но это объявляется на всех уровнях от разработчиков, что это стандарт педагогической деятельности, а не должности. А деятельность связана с реализацией основной образовательной программы целиком. И тогда уместно говорить про то, как распределяется выполнение тех или иных трудовых функций педагогов внутри педагогического коллектива. Стандарт говорит о том, что будут уровни квалификации, в самом начале мы про это говорили, пока их нет, но эти уровни будут. А стандарт говорит нам, и опыт нашей работы показывает, что для того, чтобы наши педагоги приняли логику профессионального стандарта, не сопротивлялись, не боялись, не закрывались, а начали в этом направлении вместе с нами работать, просто рассказывать про это, просто читать профессиональный стандарт недостаточно. То есть был сегодня вопрос, а что нужно делать? Есть одна задача, которую необходимо решать на уровне всех образовательных организаций. Как сделать так, чтобы мои педагоги были замотивированы включиться в эту работу? И вот здесь еще расскажу, фиксация такая, как-то информировать про это, просто читать не получится. Необходимо продумывать какие-то способы другие. А профессиональный стандарт рассматривается не как наказание, но было сегодня. А если так педагог не соответствует, то что? Как накажут? Как накажут меня как управленцы, если мои педагоги не соответствуют? Профессиональный стандарт, он не есть повод для наказания. Сейчас в крае разворачивается проект, связанный с поддерживающим оцениванием. Когда педагога учат работать с данными разных мониторингов таким образом, чтобы получив эту информацию, он не оценки выставлял, не констатировал, у тебя три, у тебя два, у тебя пять, молодец. А чтобы педагог видел, что получается, а что не получается у него в работе с детскими результатами. И на основании этого он мог менять свою педагогическую практику. Такой профессиональный стандарт, с моей точки зрения, выполняет такую же функцию для молодых лиц. Он позволяет обнаружить дефициты и с этими дефицитами начинать работать. Он позволяет этим процессом управлять. Но это неточный инструмент оценки, за которые следует наказание. И здесь, безусловно, очень важно, про это нам всегда говорят школьные учителя, директора, заведующие, чтобы вышестоящие уровни управления образованием это понимали. То есть вот это несоответствие, которое выделяется, это для того, чтобы потом с этим начать работать. Важнее смотреть и тогда помогать и включаться в тот процесс по устранению этих самых дефицитов, по обеспечению качественной работы. Вот в этом требуется помощь, вот в этом требуется другого рода ресурсы. И еще один сюжет, он имеет отношение к каждому управленцу, директору лета школы, заведующий. Мы должны обеспечить качественное выполнение всех тех функций, которые необходимы для реализации ваших основных образователей программ. Если у вас нет детишек с ОВЗ, то мы понимаем, что эта функция сейчас для вас неактуальна. И переучивать всех педагогов, чтобы они могли с такими детьми работать, когда детей нет, это точно нелогично, это пустая трата средств и времени. Но работать с той спецификой, которая у вас есть, обеспечивать все в полной мере, это ваша задача. Слайд мне очень нравится, я взяла, это не моя придумка, как раз от московских коллег, разработчиков. Главное и ключевое, все эти пазлы отдельные, это наши педагоги, все там, все, кто работает, мои образователи организации. Но все вместе мы должны грамотно реализовать педагогическую деятельность, чтобы все, что мы написали в основной образовательной программе, было реализовано, гарантировано для большинства наших родителей и ребятишек. И в этом смысле тогда получается, что мы, как управленцы, должны понимать, ну вот, цветом, за ним можно предполагать разные функции, которые выполняют педагоги, разные задачи, которые решают педагоги. То есть я должна понимать, какую задачу кому поручать, кто у меня для того, чтобы совокупно мы работали на достижение тех задач, которые мы сами себе поставили. Ну то есть вот коллектив должен весь необходимый набор трудовых функций реализовать. Коллектив не отдельный педагог. Это нереальный отдельный педагог. Один из идеологов профессионального стандарта Евгений Александрович Яблок как-то все время говорит, если вы поищите в интернете ссылки на его и видео сообщения, либо его статьи и книги, что самое главное, что требуется от педагога сейчас, это видеть динамику развития ребенка. То есть нет задачи, ну и в этом смысле, это в логике той работы, на чем вы сейчас работаете, когда пытаетесь понимать, что такое выбирание государственного образовательного стандарта, школьного образовательного организации, что и как делать. То есть важно понимать, какой ребеночек у меня есть сейчас, видеть, как за счет созданных мной условий происходят с ним извинения, ну то есть вот эту динамику видеть, замечать. Динамика быть должна, я должна это понимать, я как воспитатель должна это видеть и этим процессом управлять, я должна быть для этого оснащена. Это главное предназначение про стандарты сейчас. Еще один важный момент, вот это многообразие умений, которое записано в профессиональном стандарте, оно позволяет педагогам, неважно на какой степени образования, он работает выстраивать горизонтальную карьеру. Ну то есть вот с чем мы все время сталкиваемся, работая с педагогами, ну то есть безусловно есть ситуация выхождения в профессию, молодой специалист и так далее, но буквально там 8 лет и ты уже все знаешь и понимаешь. И есть часть педагогов, которым тесно в этих рамках и уже скучно. И если не появляется новых задач, то процесс профессионального выгорания, он происходит быстрее для них. Так вот, ситуация профессионального стандарта и то многообразие умений, оно позволяет нам как-то показывать перед педагогом спектр умений, которым он может научиться. Но тогда действительно становится актуальным вопрос, как это связано с моей аттестации, вот эти новые умения, новые квалификации, которые я приобретаю, как это быть связано с моей заработной платой. Но это вот создает такое пространство для горизонтального развития, мною управляемого, мною замечаемого. потому что, как и любому работающему человеку, мне кажется, дорогам это особенно важно, чувствовать себя как-то в профессии хорошо, уместным, видеть собственные изменения. К сожалению, у нас в традиционной ситуации нет этого самочувствия, оно никак не обеспечено. Мы не замечаем, как мы изменяемся, потому что никакими другими инструментами это не закреплено. Здесь появляется сюжет с эффективным контрактом, вопрос, который вы задавали, какая связь? Прямая связь. То есть, когда под определенной задачей я договариваюсь с педагогом, он берет на себя ответственность, мы это фиксируем в особом документе, и относительно этого появляется та или иная сумма в моей заработной плате. Это наши договоренности. Дальше, если я договоренности эти не выполняю, опять же, есть механизм со мной как с работать. Гарантировай, мы договаривались, что не позволяет, или наоборот, нам позволяет здорово, может быть, мы другие еще задачи будем ставить. То есть, это опять же становится механизмом вашего управления. И еще один сюжет, которые говорят всегда разработчики, вот эти новые требования к дорогу появились, ну вот, из ниоткуда, они появились из внешних узлов к выпускнику, к молодому человеку, который вступает в жизнь. Для того, чтобы действительно и здесь задачи будут, извиня, они масштабные. Все же понимают, что того, какое молодое поколение появляется, от этого зависит будущее страны. Наши управленцы, ну то есть, как бы это ни казалось, такие высокие слова, они действительно озабочены тем, как сделать так, чтобы выводить Россию на другой уровень развития. для этого необходимы кадры. И, как это, говорить только про какую-то одну ступень, ну вот нет, нужно необходимо, необходимо менять всю систему образования в целом. Я понимаю, что вы дошкольники, но, мне сейчас кажется, очень уместно привести один пример, который доказывает, что если ничего мы в практике нашей менять не будем, начиная с самой нижней ступеньки, дошкольной ступени образования, то никаких других результатов не получится. Сейчас все говорят о том, что современная молодежь, выпускники, они инфантильны, они не готовы включаться, они не готовы брать на себя ответственность и так далее, и так далее, и так далее. Есть какие-то внешние причины связаны с тем, что действительно меняется способ мышления, способ восприятия, способ жизни этих людей, и это все меняется очень быстро. Но есть еще один очень важный момент. Вот эти вещи связаны, с ответственностью, с целеполаганием, они, оказывается, зависят от того, решались ли вовремя возрастные задачи на каждой ступеньке образования. Вот если должно в дошкольном детстве сформироваться воображение, инициатива самостоятельности, произвольность, которые затем положены в пришкольном обучении в ресурсы ребенка для решения других задач, и если на каждой ступени образования это будет осуществляться, то тогда действительно можно говорить про другого выпускника. Сейчас ситуация другая. Работая с пилотами по основной школе, мы проводили такую процедуру во всех территориях, во всех школах. Разбирали, что такое подросток, и понятно, что пять лет школы, дети очень сильно меняются, и мы разбирали, какие они такие младшие подростки, должны быть, какие задачи перед ними стоят, кто такие старшие подростки, какие задачи перед ними стоят, перед каждым, которые должны решаться. А дальше я просила наших педагогов на свадьбе поведенческие характеристики пяти-шести классников, с которыми они работают, и девяти классников. И когда мы то, что должно быть, наложили на то, что есть сейчас, мы увидели, что вплоть до шестого класса в основной своей массе наши дети демонстрируют поведение младшего школьника. А в девятом классе демонстрируют поведение младшего подростка. То есть происходит колоссальное запаздывание во взрослении. И это про то, что если практику не менять, ничего не изменится. Поэтому меняем. И это вот необходимость. Я уже говорила, про стандарт это стандарт деятельности неотдельного педагога. И в этом смысле это креативный результат. Результат всей педагогической организации. На рисунке я хотела отразить следующее. Есть требования к основным образовательным программам. И именно в связи с этим, что есть требования, по контуру фигуры, вот тут желтенькая и синенькая, они одинаковые. То есть угловые, что-то там по типу звездочек, потому что есть требования. Но количество этих звездочек, углы, они отличаются, потому что каждая образовательная организация сама дооформляет эти требования, результаты для себя в те ориентиры, которые она записывает в свою основную образовательную программу. И в этом смысле все программы очень разные, несмотря на то, что с одними рамками. И для реализации этих разных образовательных программ требуется разные профессиональные умения у наших педагогов. И это означает на уровне муцибалитета не получится с одной какой-то меркой подходить к педагогическому коллективу каждого нашего садика, каждой нашей школы. Требования для реализации программ разные, требования квалификации педагогов разные. Мне очень нравится одна метафора, которая появилась в семинаре с пилотными школами, когда говорят, основная образовательная программа это мелодия, которую необходимо сыграть в педагогическому коллективу, а дальше в соответствии с тем, что это за мелодия, я подбираю оркестр. Если я понимаю, что мой оркестр, что-то в нем не так, и это не позволяет мне сыграть мелодию, начинаю менять, добавляю другие инструменты, что-то менять и так далее. Но это я принимаю решение как управление, что мне там надо менять. В этом смысле вы становитесь теми, кто начинает управлять профессиональными компетенциями ваших педагогов. Очень часто педагоги нам говорят, скажите, что должно измениться в моей работе. Ну, то есть, вот, про стандарт, про стандарт. Я всегда это делала, там, про исследование, и про работу с разными категориями ребятишек. Всегда это у меня было. Что сейчас должно измениться в моей работе? Мы попробовали эту схему сделать, и она точно отличает ситуацию, которая была раньше, вот ситуация федерального государственного главного стандарта, неважно, на какой ступени мы работаем. Раньше были очень ясно, понятны должностные инструкции, было понятно, что делать. И мы так и отчитывались, провели столько-то мероприятий, столько-то классных часов, вывели туда-то, вывели сюда-то. А с нас, как с педагогов от школьных требовали только оценки, тройки, четверки, пятерки, и за это нас ругали, говорили, как-то так. Все остальное оно никак не оформлялось, оно никак не предъявлялось, оно никак не озвучивалось. Безусловно, была большая часть педагогов, она есть сейчас, кто работал не только на предметные результаты, потому что у него позиция педагогическая такая, потому что смысл своей деятельности он видит немножко по-другому. Сейчас ситуация изменяется, а, и мы работали все по отдельности, поэтому три параллельных стрелочки. Ну, то есть, как-то символично, каждый работал в своем направлении, в свой предмет, в свое дело. Сейчас ситуация поменялась кардинально, и эти изменения связаны с тем, что у нас оформлены целевые ориентиры для педагогов школьных результаты образовательной деятельности. Они уже заявлены. И дальше для их достижения мы сами выбираем способы и следствия. Исходя из всех ситуаций, наши возможности, наши квалификации. Поэтому стрелочки разные, всякие такие, мы это мы определяем. И про что я уже сегодня говорила, в одиночку сработать не получится, поэтому кружок с объединением 1-2-3. Мы работаем командами. В этом смысле это опять же задача управляться и понимать, какие команды нужны, для чего, сколько должно быть, какие они по количеству. То есть команда становится инструментом решения задач. Можем попробовать с вами, обсуждая сегодня требования к педагогам и завтра попробовать, может быть, ответить на вопрос, для чего команды могут быть нужны в ваших образовательных организациях, какие они могут быть для того, чтобы можно было это все обеспечивать. как управлять? Ну, то есть, я уже полчаса, если же больше говорю, управляем, управляем, как управлять? Схема, которая родилась в пилотных школах, в одном из семинаров. Когда мы в соответствии с нашей основной образовательной программой записываем, какие трудовые функции и стандарты должны быть реализованы, для того, чтобы мы достигли того или иного результата. А дальше экспертно. Мы своей управленческой командой, подтягивая своих методистов, ну, то есть, кто нужен. Просто экспертно, ну, как говорится, на ваш глазок, понимаем, где находится моя педагогия, что они умеют делать, вот, когда мы говорим про вот эти самые функции. И тогда у меня получается какая-то такая матрица. С одной стороны, я вижу, что у меня появляются голые и необеспеченные трудовые функции, которые необходимы для реализации основной образовательной программы. И появляются какие-то трудовые функции, которые все типа реализовывают, но дальше мы понимаем, что это тоже не очень нормальная ситуация, когда у всех надо как-то здесь что-то изменить. И тогда как я этим начинаю управлять? я кому-то опять же по моему экспертному мнению, кто сможет справиться с другой задачей, предлагаю решать другую задачу, связанную с решением другой трудовой функции. Но дальше тогда оснащаем ли мы кабинеты, что-то там меняем, повышение квалификации, какие-то другие условия создаем для того, чтобы педагог научился реализовывать другую функцию трудовую, решать другие профессиональные задачи. То есть вот это становится механизмом вашего управления. И тогда появляется осмысленная ситуация с теми или иными курсами, стажировками, семинарами, мастерскими и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, для чего они вам нужны. Наталья Федоровна, у вас есть таблички, а вот кружочки равных что обозначают? Я обозначала разные уровни. Ну, то есть например, опять же уровень выполнения той или иной функции. Ну, то есть берем исследовательскую деятельность. Я как учитель могу про это понимать и предлагать своим детям включаться. Второй уровень может быть, когда я беру и организовываю какое-то специальное пространство для своих детей. И третий уровень я беру и включаю других педагогов. Ну, то есть на всех параллель, например, я делаю. А вот это трудовая функция 1, 2, 3, это стандарта. Да, то, что мне нужно, чтобы реализовать мою основную образовательную программу. Ну, собственно, про что мы говорили. Стандарт это рамка. Рамка требований к квалификации педагогов. Это первая фиксация. Вторая, то, что сейчас есть, это общенациональная рамка. Но Красноярский край, ну, и тут написано, что они могут быть дополнены другим стандартом, связанным со спецификой региона, территории и образовательной организации. И это означает, что помимо федеральных требований могут появиться региональные требования к деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации. Могут появиться ваши корпоративные, ваш корпоративный профессиональный стандарт, или какие умения должны быть у педагога, чтобы он смог работать в вашей образовательной организации. Ну, потому что специфика у вас такая. Если у вас специфика про здоровье, значит все педагоги про это должны не просто понимать, ну а вот как-то грамотно уметь строить свою деятельность. То есть если этого у педагога нет, он не впишется и не сможет реализовать все, что ты говорил. Их не должно быть много, но они могут появиться у каждого садика свои требования. Ну и сюжет с уровнем профстандарта, мы про это уже сегодня говорили. Ну то есть и собственно школьный корпоративный профстандарт, он появляется исходя опять же из специфики вашей основной образовательной программы. Какие возможности есть? Георгические специализации здесь могут появляться. Ну вот в школе, например, появляется инклюзивный педагог начальной школы. То есть это учитель начальной школы, но у него появляется дополнительная квалификация, которую он приобретает в результате программы по учению квалификации и стажировки, которая говорит о том, что он еще может решать задачу, связанную с детишками СОВЗ, а не только как учитель начальной школы. И это пространство, оно только формируется, оно пока никак не нормировано. Опять же мы понимаем, что вот эти новые квалификации, которые педагоги приобретают на стажировочных, например, площадках, они должны как-то влиять опять же на его аттестацию, или как-то учитываться, заработные платы и так далее, и так далее. Но это пространство, оно пока устраивается, поэтому пока этого пространства нет. Но мы в крайнем понимаем, что эта задача должна быть решена. И тогда, собственно, возможности, которые есть у управленцев, возможности, которые предоставляет профессиональный стандарт. Можно сейчас говорить о том, что у нас нет очереди при приеме на работу, но, с другой стороны, у вас точно как у руководителей появляется основание кого-то не взять на работу, потому что он соответствует определенным требованиям, которые вы предъявляете к работнику своему для того, чтобы решать ваши задачи. Эффективный контракт как способ, позволяющий в этом направлении работать, учитывая квалификацию, задачи, которые педагог решает, это напрямую связано с его заработной платой, система оплаты труда, безусловно, сюжет, который вы оформляете, вы формулируете, корпоративный профессиональный стандарт, то есть про это мы уже сегодня говорили, аттестация на соответствие с занимаемой должностью, это прерогатива образовательной организации. Нормативная, это вроде как обустроенная процедура описана, но там есть сюжет, который связан с тем, что мы готовим представление на педагога, мы описываем его педагогическую деятельность. А это, коллеги, уже ваш экспертный взгляд, здесь уже рамка вашей основнообразовательной программы, здесь уже те задачи, которые должны быть решены, то есть это вот вочина ваша, первая и высшая, это уровень, и там они все это определяют. Это сюжет с персонифицированной системой повышения квалификации, вот на примере с кружочками, мне кажется, это было понятно, то есть когда мы можем говорить о том, что появляется специальный заказ, как минимум, у образователя, организации, ну, значит, у директора, на повышение квалификации того или иного педагога. И это означает, что педагога потом спросят, когда он вернется обратно в детский сад или в школу. Ситуация повышения квалификации сейчас, она такая очень странная. Мы просто посылаем, они привозят корочки, и никак практика не меняется. Ну, потому что они без заказа пошли на дно. Сейчас ситуацию начинаем менять. И здесь, я говорю, мы как институт повышения квалификации ставим себе такую задачу, как с этим работать. Когда педагог приходит с заказом, собственный ли он его, связан с дефицитами собственными для решения задач. Либо это заказ школы, заказ детского сада, но это, если заказ есть, это потом спросят. Это, значит, будет встроено в общую логику движения, в общую работу, и это будет менять ситуацию образования. И курсивом я выделила сертификации, квалификации, потому что пока на всех уровнях говорится о том, что это будет, но пока не очень понятно, как. В ноябре был создан федеральный центр оценки качества образования. И одной из функций этого центра является оценка компетентности педагогов. Есть проект положения о оценке квалификации педагогов, в котором говорится о том, что в регионах будут создаваться сертификационные центры. Но что это за центры, где они будут базироваться, как это все будет работать, про это пока ответов нет на этот вопрос. Но про что нам говорит, опять же, то же самое федеральное министерство? Может быть, вы слышали, очень, ну, чуть-чуть некоторое время назад обсуждался вопрос, связанный с ЕГЭ для педагогов. Это из области сертификации и квалификации. Когда на федеральном уровне говорится, есть несколько направлений, по которым нам важно отстенивать квалификацию наших педагогов. Это знание предмета, это знание особенностей детей, возрастные особенности, там, детишки с ОВЗ, детишки гиперактивные, ну, и вот разные-разные знания детей, особенностей детей. Это методика работы, это коммуникативное умение. Вот эти четыре результата выделяются федеральным министерством как главные ключевые в деятельности педагога. Именно они будут положены каким-то образом в систему оценивания. При этом, что говорится, предмет, знание предмета и знание особенностей детей, это задача вот этого самого федерального уровня, федерального центра оценивания качества, и они будут разрабатывать инструменты для того, чтобы это оценивать. А вот сюжеты, связанные с методикой деятельности и с коммуникативными умениями, это дает сводку региону. Это означает, что в Красноярском крае появятся какие-то процедуры, связанные с оценкой этих умений. Ну, как-то задача, она вот такая есть. Пока конкретней про это точно коллеги не скажу. Скажите, нужно на уточнение. Вот по третьему направлению, про новые методологические профессии. Вы сказали, инклюзивный педагог начальной школы. Чем отличается учитель начальной школы, который прошел повышение квалификации по инклюзивному образованию, от инклюзивного педагога начальной школы? Нет, по большому счету, на ничем не отличается. То есть, ну, просто у него появляется теперь вот такая дополнительная специализация, и она прям есть задача, ее прям вот как другую, в отличие от просто учителя начальной школы, вписать. Ну, то есть... А в чем это тогда задача? Какой смысл вписывание этой задачи начальной школы? Есть просто учитель начальной школы, есть инклюзивный педагог начальной школы. Ну, это правильно, Наталья Федоровна, правильно я понимаю, что вот если, значит, ну, учитель начальной школы не попадет ребенок в класс, имеющий ограниченные возможности? Возможно, не знаю. В школе разные, ситуации разные. Так это непонятно, непонятно. Ну, либо на классы, где есть такие дети, будет ставиться определенный педагог, который умеет с ними работать. И в этом смысле, даже если мне нужна новая русская, то есть я готова, у меня тут себе 5-тишек, и я не умею с ними работать, то как-то, вот, логика подсказывает, что я сюда не поставила. Потому что тогда, ну, непонятно, вот про появление новых этих педагогических профессий, вы просто этот пример привели с инклюзивным образованием, и вот, как бы, понять, в чем логика, когда вот этих вот новых педагогических профессий, потому что я согласна с тем, что это действительно связано с горизонтальной, да, вот как бы линией, ну, там, статусов каких-то. Другими задачами, которые решает педагог, и другой заработной платы. Ну, то есть вот эти вещи, которые мы связаны. Ну, вот, собственно, про что я говорила, мне кажется, в разных местах, что ситуация решения задач ведения профессионального стандарта, она многоуровневая. И на всех уровнях у нас в крае задачи решаются. На уровне конкретного педагога, когда оформляются требования к его деятельности, на уровне образовательной организации, когда мы говорим, как мы этим будем управлять, здесь у нас появляются механизмы связывания с комплективным стандартам, с эффективным контрактом, стимулирующие систему профессионального развития и так далее. Муниципальный уровень, где, ну, вот, видится направление такое, как пространство реализации профессионального стандарта. То есть вопрос, который сегодня звучал, он такой очень актуальный, связанный с тем, кто будет обеспечивать методическую помощь. Как создавать условия для профессионального роста педагогов? Ну, то есть понимая специфику края, то есть это огромные территории, это огромное расстояние, и невозможность все центрировать только в центре. Ну, то есть задачи, на которые надо отвечать. Ну, и, безусловно, сюжеты нормативные, связанные с тем, что делать именно в крае. К тем вопросам, которые вы сегодня сформулировали, мне хотелось бы добавить еще вопросы, которые оформлялись у педагогов, у пилотных школьных команд. Один из вопросов, как появится команда и как появится этот штаб. Означает ли, что теперь каждый директор, каждый заведующий должен обладать суперумениями, лидерскими качествами для того, чтобы вокруг себя создавать, этим управлять, чтобы за ним шли. Вопрос, на который надо отвечать, у нас управленцы такие, которые есть. Других управленцев сейчас нет. Возможно, на муниципальном уровне появляются некоторые критерии и основания для того, чтобы, может быть, какую-то ротацию делать. Но по большому счету, вот оно есть, как есть, и вопрос, где и как, откуда появится команда. И вот обсуждая со школами, мы понимаем, что команда, это когда нет главного. И позицию командира, ведущего, лидера команды может занимать любой из ее членов. И тогда, ну, вот кого мы туда включаем эту команду, для того, чтобы можно было относиться к у меня. Ключевой вопрос, как мы теоретные уровни изменения. Мы же понимаем, вы про это говорите, педагоги не соответствуют относительно очень многих умений, не умеют решать те или иные задачи. Но, как-то просто заставить педагога их решать нереально, невозможно. Нам же для того, чтобы качественно работать, нужно, чтобы мотивация у педагога появилась для собственных изменений. И это один из самых сложных вопросов. Как мотивировать педагога на изменения? И здесь, коллеги, я поделюсь таким своим открытием. Оно, наверное, такое банальное кажется, но когда я оформила для себя это понимание, наверное, стало полегче немножко. Мне всегда казалось, что можно создать любые условия и с любым человеком любого замотивировать. Надо только понимать, что, куда и как. Ну вот, как-то, работа в течение полутора лет, она показывает, что есть отдельные категории педагогов, с которыми ничего не здесь делать. Ну вот, ничего не здесь делать. И биться в этом направлении бесполезно. А если я как-то понимаю и признаю эту ситуацию, пока же я ее не признаю, я все время что-то думаю, это столько сил, времени на это уходит. А как только я признаю, что вот здесь относительно вот этого биться вот так надо, мне нужно просто придумать другие способы для того, чтобы уровень этих педагогов, ну вот поддерживать на, ну вот таком приемлемом состоянии, на приемлемом уровне, для того, чтобы те задачки, которые он решает, он продолжал их решать, без всех там от наворотов новых задач, но качественно решал, но вот то, что решал. И вот ситуация профстандарта, мне кажется, она позволяет нам вот эту установку сделать, понять, с кем можно работать, а с кем в этом направлении нужно оставить ситуацию, как есть. Но тогда мы понимаем, вы решаете вот эти задачи, вы за них отвечаете, и дальше мы можем обсуждать, что нужно для того, чтобы именно это качественно решать. Всех замотивировать не получится. Это иллюзия. При этом очень важно понимать, что опять же есть разные категории педагогов. Есть уже такие, у которых глазки горят, и которые, ну вот, за любой кипиш, горбой голодовки, любой идею подхватывают. Они, конечно же, в каждом учреждении есть. Но их немного. Есть те, кто занимает такую несколько выжидательную позицию. И они включатся в изменения, но для этого нужно мне там специально будет поработать. Есть педагоги с короной. А корону, они ее заслужили, заслужили, но в предыдущие годы за другие результаты. И сейчас ситуация, мне кажется, это самое сложное для этих педагогов, снять вот эту корону, потому что сейчас я понимаю, что я не соответствую новым требованиям к организации своей работы. Я это говорю для чего? Для того, чтобы понимать, что должны быть разные стратегии работы с разными группами в педагогическом коллективе. Один способ на всех не сработает. И тогда нам нужно понимать у меня вот какое-то внутри расслоение. Ну вот сколько у меня с горящими глазками, сколько у меня вот этих выжидающих и за счет чего я могу их подтолкнуть, сколько у меня с короной. И моё голодство. И тогда способы работы с педагогами, они у меня будут как минимум четыре разных способа для того, чтобы, ну, сесть в ситуации и управлять. Ну, про сертификацию у нас уже было звучало. Как это нормативно обустраивать, безусловно, управление профессиональным развитием. И безусловно, важный вопрос, про который я тоже уже говорил, как мы пройдем, чтобы мы идем туда, куда необходимо. Единственный ответ у нас на этот вопрос взаимная экспертиза. Никаких других внешних экспертов не назовешься для того, чтобы они оценивали. Только взаимная экспертиза. Когда мы приглашаем к себе, показываем свои братья, обсуждаем, отвечаем на вопросы и слышим мнение со стороны. Когда мы сами участвуем в такой деятельности в других садах, в других школах, это позволяет нашим глазам задачиваться на определенные вещи и формировать это самое умение понимать, что происходит куда-нибудь. Это сайт, на котором появляется вся информация свежая, которая есть относительно профессионального стандарта педагога. Просто, одно слово, по-русски, без пробелов, просто стандарта педагога. Какие события происходят, какие документы появляются, все появляется и оформляется на этом сайте. Он специально был разработан под эту задачу в российской реакции. И вот следующий такт в моей работе, ну вот в моем выступлении, где можно было поставить многоточие, он связан со следующим. Когда в 2014 году мы обсуждали, как же нам приступить к решению этой задачи, мы обратились к пилотным школам и детским садам, которые работают по УФГОСу. Потому что, с нашей точки зрения, главное и ключевое, что требует профессиональный стандарт, это работа с результатами педагога. И именно те, кто уже обгонулся в пространство УФГОСу, они могут про это говорить осмысленно. Именно поэтому мы сделали небольшую экспресс-анкету и разослали, попросили педагогов и воспитателей и дошкольных образовательных организаций, и школ на них ответить. Вот здесь, сейчас я вынесла только то, что касается дошкольников. В основном, конечно же, получилось, что у нас воспитатели приняли участие. Но вот где написано «учитель», это все туда же старшим воспитателем у нас будет. Замуж, заведующий, старшим воспитателем, но все равно получается порядка 30% управленцев тоже приняло на участие. Ну, то есть, всего, вот, было 70 человек. Знакомые с текстом профессионального стандарта. Ровнее бы так, по 24% таких, 4 ровненьких кусочка. И это вот про то, как ты с чем начинать работать. Это про то, что я говорила, просто прочитать, ну, этого недостаточно. То есть, кажется, вот так, чтобы педагог принял, педагогический коллектив принял логику профессионального стандарта и не сопротивлялся, не закрывался, а действительно принимал эти задачи как новые, как надо решать и впрягался в их решение. Четверть сказали, внимательно прочитал, размышляю, готов про это думать. Ну, то есть, вот, испугался. Это вот против переживания и те вопросы, которые сегодня звучали, если я не соответствую, то что, вольними? Есть те, кто не читает. Не читали тогда, полтора года назад, не читают и сейчас педагоги. Буквально неделю назад в Министерстве был такой разговор была какая-то рабочая группа по обсуждению требований к аттестации для педагогов начальной школы и для этого обсуждения приглашали школьных учителей. Из всех учителей, кто там был, их там было порядка 30 человек, только которые читали профессиональные стандартные учителями. Но все остальные пришли высказать свое мнение по поводу того, что ты читали. И мы с этим очень часто сталкиваемся. Отложили педагогу, что это же не скоро случится введение. Вот когда оно придет, тогда я буду праздновать. И совсем немножечко тех, что сразу увидел и обнаружил по всем антистандарте тот ресурс, который позволит ему каким-то образом менять ситуацию в связи с образованием дошкольного детства. Какие трудности прогнозируется? Самый большой процент вы видите 21 семейный коллектив боится этого введения и 23 начнут уходить. То есть главные ключевые трудности, которые прогнозируются и они связаны с непониманием что такое профессиональный стандарт, зачем он нужен, что за этим стоит. И получается, что точно необходимо планировать каким-то образом специальным образом работу по разъяснению, по пониманию коллектива того, что такое профессиональный стандарт. То есть не понимаю зачем, как будут оценивать это все по непониманию. То есть просто как-то перешагнуть этот этап не получится. Значит нужно думать о деятельности этот процесс понимания мы можем выстраивать. В режиме или круглого стола в рамках наших педагогических советов и семинаров, в режиме или каких-нибудь дебатов, которые вынуждены заставляют педагогов занимать разные позиции. Вариантов может быть много, но это должен быть какой-то деятельностный формат, который составляет педагогов читать, размышлять, свою точку зрения высказывать, слышать, что говорят другие, относиться к этому, отвечать на вопросы, ну то есть и так далее, и так далее. И через это случается вот это самое и так далее. Ну и последний здесь слайд, то есть напрямую с теми переживаниями, которые говорили. Ну то есть если я не соответствую, то я не думаю. То есть мы говорим ключевое. Все этому профстандарту соответствовать не могут. Ну тогда вопрос про в каком количестве, кому и чего, а мы на него тоже в прямую не ответим. все зависит от того, какие задачи ставите вы, что записано в наших образовательных программах, что умеют сейчас делать ваши педагоги. И как мы вот этим умением будем управлять. Здесь бы я сейчас поставила такое многоточие в установочном сообщении. Может быть какие-то вопросы, какие-то мысли перед тем, как мы разойдемся работой в группах. Ну если вопросы будут появляться, мы все здесь два дня, то есть их можно задавать в группах. Значит сейчас мы с вами разойдемся работать в группах. Будем работать в четырех группах. Что нужно в группе сделать? В группе работая командой своей организации нужно обратиться к своей основной образовательной программе. На основании своей образовательной программы вам нужно сформулировать требования к педагогу то есть что он должен уметь делать для того, чтобы ваша программа была реализована. Мы работать будем в четырех группах. Команд у нас есть гораздо больше. Это означает, что в группе будет два такта работы. Сначала мы работаем со своей основной образовательной программой и для нее формулируем требования к педагогам на основании нее. А дальше мы уже как-то в той аудитории, в той группе, в которой мы работаем объединяемся, смотрим, что у нас получается. И от группы готовим общее сообщение. Как оно у вас там получится? Ну, оно может получиться по-разному. Может быть, вы выйдете на какой-то единый перечень требований. Может быть, он только частично перекроется, а остальные будут зависеть от специфики программы образовательных организаций. Как оно получится, не знаю. То есть, ваша задача сначала, проработав относительно конкретно своей образовательной организации, сформулировать требования, умениям педагога. Дальше в той рабочей группе, в которой мы вас определяем, обменяться мнениями, подготовить общее сообщение на заседание относительно того, какой педагог может реализовать основную образовательную программу, дошкольную образовательную организацию. Ну, на примере того материала, который вы отработали. Надо вот, как мы разойдемся, покроить. еще вопрос на уточнение. Нужно ли нам для этого работать на стандартах? Или мы сейчас говорим, это недобие действия с ума. Смотрите, мы можем работать, если мы будем возвращаться к формулировкам общим, которые есть в профстандарте, мне кажется, уйдет вся специфика ваших организаций. Давайте попробуем сейчас просто формулировать те требования, которые в турам можно будет положить. И сейчас неважно, каким словом мы назовем про работу со специальными детишками, как это написано так, нам важно понять, какое умение должно быть у педагога. то есть если он вам не потребуется, мы просто в аудитории скинем, он точно есть, к этому можно обратиться. Интернет есть, можно и можно здесь. Важно попробовать от себя, от своей практики, включая весь свой управленческий опыт экспертный. Организационно. Значит, у нас с вами чуть больше часа на работу, час на обед. можно время обеда чуть-чуть подсократить, но самое главное, что... не так. Продолжение следует...